Начнем с параболы. Давайте возьмем вершину параболы и будем проводить через эту вершину разные окружности. Мы хотим, чтобы эти окружности как можно лучше приближали параболам. Что мы для этого должны потребовать? Мы хотим приближать параболу окружности. Что она должна? Чтобы мы могли сказать, что она приближает параболу. Она должна проходить через вершину. Если наша окружность лежит где-то здесь, вряд ли мы можем сказать, что она приближает параболу окружности. Дальше. Может быть, она будет больше, чем сама парабола, чтобы они взаимоделаны? Думаю, это так. Другой окружности будет больше, чем параболы. Она все-таки окружность что-то конечным, а парабола уходит по бесконечности. Она не может вообще уже содержать параболу. Давайте я нарисую этот кусочек параболу здесь. Может быть, не должна быть, как бы, как бы, как бы, как бы, она должна быть, как бы, самая парабола. Я нарисовал тут три окружности. Давайте вот это я смотрю, потому что она же не проходит через вершину. Вершину какая из этих трех окружностей лучше приближает параболу? Самая маленькая. Самая маленькая. Еще какие угодно. Давайте посмотрим, какая из них хуже всего приближает. Да. Средняя. Самая хуже, да, средняя. Средняя это по размеру. Почему? Потому что она кончилась, но скажем так, она отвергается с трех окружностей. Она на вершине пересекает параболу. Да, она пересекает. Она пересекает параболу, в том время как две другие окружности ее касаются. Значит, если мы хотим, ну видно, что она хуже приближает. Если окружность такая, то это хуже, что она будет. А если окружность касается параболы, давайте, вот, теперь мы говорим, у нас остались только те окружности, которые касаются параболы. Остались только те окружности, которые касаются параболы. И мы хотим из них выбрать ту, которая лучше всего приближает параболу. Да. Большая функция, вот, подкорка, я считаю, что она касается не только вершине, потому что она еще пересекает вещи, и пересекает. Я не знаю, мы можем нарисовать совсем маленько, но довольно много таких окружностей нарисовать. А вообще, как добиться того, чтобы окружность, проходящая через вершину, касалась бы параболы вершины? Вообще, что значит, что окружность касается параболы? Горизонтально, общая касательность. Как порисовать все окружности, которые касаются параболы вершины? Центр расположен на прямой, соединяющей вершину параболы с корпусом. Это и самое красивое. То есть, Россия. Хорошо. Значит, у нас есть все окружности, центры, которые лежат в Россию, и мы хотим найти ту из них, которая лучше всего приближает параболы. Для того, чтобы понять, что это за окружность, давайте я возьму вот здесь у меня и давайте я буду считать, что центры окружности лежат в точке до расстояния r от вершины параболы. Тогда уравнение этой окружности будет через квадрате то есть, квадрате на 1,5. Правда. Это уравнение окружности центра в точке r и радиус r нам нужно, чтобы рак без меня это может быть это окружность проходила через начало кормления. Но уравнение марабола у нас y равняется квадрате. Для того, чтобы понять, какое из этих уравнений, какая из этих отхожностей лучше всего подходит уравнение y равняется квадрате с вершиной квадрата давайте выразим отсюда или через x квадрат минус r квадрат равняется я квадрат минус r квадрат измечем квадратную кодику минус r равняется n квадрат z квадрат квадрат и квадрат y наоборот знак r минус r равняется на самом деле знак должен быть плюсом минус то это важно извлекать минус у меня способ и тот который интересует нас это когда здесь стоит знак минус и тогда формула получается такая y равняется r минус квадрат минус x квадрат квадрат чего минус что потому что мы хотим чтобы когда x равнялся нулю x равнялся если x равен нулю как у возможно даже равнялся нулю а А если бы мы поставили там плюс, то мы бы получили двая. Конечно, это правильно, что наша окружность пересекает на секрет. В двух точках. В нуле и в точке двая. Но точка двая нас не рисует сейчас. Мы тут именно упражнение не надо. Потому что мы смотрим на вершину двора. Для того, чтобы попасть в вершину, нам здесь можно заказать плюс. Я вынес свой квадрат здесь. У нас получится делиться минус x2 на два раза. Это будет r минус r минус r на корень квадратное. Задянется минус x2 на три раза. Ну или это будет r умножить на единицу. Немус корень квадратного. Задянется минус x2 на три раза. Это одна часть подготовительной работы, которая меня необходима для того, чтобы выделить правильную окружность. И мне понадобится вторая часть, и эта вторая часть называется беном Ньютона. Кто знает, что такое беном Ньютона? А он здесь не нужен. Что? А он здесь не нужен. Нужен? А вот как раз в защиту школьников. Если знать формулу разность квадратов, то можно без бенома Ньютона. Беном Ньютона тоже можно, конечно, но с формулой разность квадратов можно. Значит, беном Ньютона выглядит, как мы говорим, а плюс б в степени n, есть а в степени n, сочетание N1, сочетание N2, на Take-Bn и на GiantBn, есть а в степени n, есть а в степени n, есть а в степени n. Конечно, в таком виде гином Гютона придумал Гютон. Конечно, математика знала эту фуговую за другом Гютона, а что же сделал Гютон? Он сказал следующее. Давайте в этой формуле ЛН и К должны быть натуральными числами. Ну, К может равняться 0, но К может равняться 0. ЛН и К должны быть, по крайней мере, целыми не отрицательными числами. И ничего другого здесь не придумаешь, потому что, когда мы пишем К-факториал, мы должны умножить натуральные числа и идти на К. А если К не целое, то для чего такого сделать нельзя. Давайте перепишем эту форму в таком виде. И так далее, для него вся прежде всего. И так далее, для него вся прежде всего. Поделим на К-факториал. Вот эта формула уже гораздо лучше, чем эта. Потому что в ней по-прежнему К должно быть натуральное число или нулё. А Н уже может быть совершенно любым числом. Н – любое число. И быть нулём, и быть натуральным числом оно совершенно не отдаст. Оно может быть, например, одной-второй. Оно может быть половинкой. И в этой ситуации я позволю себе переписать формулу для длинного бутона. Я а заменю на единичку, а мы заменим на единичку. У меня будет единица плюс этой степени одна вторая. И формула билова Нейтона говорит, что это будет единица. Плюс число сочетания из одной-второй по-два. Микс квадрат. Это будет одна-вторая. Микс квадрат. Микс квадрат. Этого пополам. Одна-вторая, минус один, еще пополам, да. Микс квадрат. Микс квадрат. Микс квадрат. Микс квадрат. Давайте применим эту формулу здесь, в нашем приложении. Чем эта формула отличается от этого? Это где-то заканчивается. Доходим до конца, когда n кастомается равным n, у нас дальше все последующие значения числа сочетаний из n по n плюс 1, из n по n плюс 2 и так далее, они становятся равными нулю. Эта формула бесконечна. Эта сумма бесконечна. И нет завершающего элемента. Она продолжается бесконечна. Но нас из нее будут интересовать только первые два членов. И я буду понимать это равенство, как приближенное равенство. Он говорит, приближенное равно r, может, не единица, минус. Единица, минус. Одна, вторая, потому что стоит право. Своей равенство. В Подробности. В Америке. Когда наше х очень маленькое, х близко к неуду и маленькое, х в квадрат конечно тоже маленькое. Но дальше уже будет идея из четвертой, которая совсем маленькая, которая не оказывает идеями на том, насколько хорошо в нашем окружности приближает параметры. А это уже работа для вторая, X квадрата. И теперь, если мы хотим, чтобы наша окружность лучше всего приближала параметры, мы должны добиться того, чтобы эта половинка, X квадрата, X квадрата, X, уравнение этой окружности вблизи начала караметра совпадало с уравнением параметры. То есть, 1, деленная на 2R, равняется 1R, и R равно 1R. Вот где находится оптимальная окружность, окружность, которая лучше всего приближает, лучше всего приближает параметры. параболы. Мы не можем. Значит, а это условие, это в точности условия данного, что центр окружности находится в фокусе параметры. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok